Эскадрон смелых гусаров! Порядом мужиковых войск готов! С ровной осанкой, твёрдым взглядом и звонким голосом бравые гусары 30-го детсада Гвоздичка произносят свой девиз. Затем расчёт на первый и второй. Строй делится на две группы, и ребята запевают русскую народную строевую песню. Наши дети, наши дети, славный победный год! Наши дети! Завершающий день парада малышковых войск прошёл в 29-м детском саду. Команды 29-го и 30-го детсада показали свои умения в армейской строевой подготовке, пели детские песни на тему Великой Отечественной войны. Готовились сады города к параду заранее. Большую работу с детьми провели воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. Дети учились ходить струем, петь под маршевой шаг и делать командные повороты и развороты. Поскольку ребята маленькие, конечно, подготовка включает в себя не только строевые упражнения, а, соответственно, нужно их настроить на такой патриотический праздник. Объяснить 5-6-летнему ребёнку, что такое война, героизм людей, конечно, очень трудно. Поэтому и песни выбирали, объясняли каждое слово, каждую фразу этой песни, чтобы они её приняли, поняли. Формат такого патриотического мероприятия для Сарова не новый. Несколько лет назад парад малышковых войск проводили на базе Дома молодёжи. Сейчас традицию решили возобновить, но проводили парады не одним днём, а разбили на неделю. По три-четыре команды выступали на базе шести дошкольных учреждений. Ограничений по формату и жанрам выступлений не было, а детским садам предоставили полную творческую свободу. Выступления все были очень разными. Кто-то подготовил целое театрализованное представление, кто-то ограничился репертуаром детского сада. Взяли песню, которую дети готовили к 9 мая и её представили. Но все подготовили костюмы, какие-то атрибуты. У нас принимали участие не только воспитатели, но и инструкторы по физической культуре. Ну, то, что музыкальные руководители, само собой разумеется. Всего в параде приняли участие 21 детский сад города. Мероприятия планируют проводить каждый год.